Сегодня мы будем с вами рассматривать MySQL Cluster, раньше он назывался NDB Cluster, вот, и все, что с этим связано. Немного про себя, зовут меня Алисов Евгений, собственно, в IT-шке больше 20 лет, администрирование, программирование, прокачивание на ПАП полностью, соответственно, виртуализация Hyper-V и XI, программирование практически на всем, что программируется, соответственно, Kubernetes, облака, все есть. Вот, в последнее время, соответственно, Deploy — это Java Spring GCP, куча-куча проектов, ну вот, дошло до того, что хочу именно нести добрые, светлые массы. Соответственно, правила вебинара. Активно участвуем, чем активнее, тем интереснее. Вопросы в чат, вопросы вижу, но отвечу, скорее всего, не сразу, чтобы не прерывать мысли. Ну и, соответственно, коллеги, помним про задержку в 20-30 секунд. Соответственно, посмотрим, что такое NDB Cluster, особенности архитектуры, компоненты, практика и так далее. Вот. Небольшая ремарка, что такое открытый урок в отусе. Я просто делаю пример, сжимаю немного лекции, которые у нас есть, и показываю вам, как это происходит. Соответственно, мы обсуждаем какие-то кейсы и рассматриваем вообще, в принципе, как это работает, определенная тема. Естественно, я готов отвечать на любые вопросы. Вот. Полностью открыт. Мы ничего не скрываем, поэтому идем вперед. Соответственно, после занятия вы сможете развернуть NDB Cluster и восстановить после сбоя. Посмотрим, что такое. Соответственно, обеспечим высокую доступность и масштабируемость. Ну, опять же, забегая вперед, у нас будут определенные кейсы. Все это мы рассмотрим. Вот. И что такое NDB Cluster? Это Network Database Cluster. Это историческое название. Вот. Сейчас... Ну, давайте рассмотрим историю. Соответственно, разработка этой штуки началась в 96-м году в телекоме. Соответственно, в телекоме нужно огромные скорости. И с этим все, что связано. Соответственно, потом у Ericsson купил Alzata. Опять же, это аффилированная компания к Ericsson. И вот MySQL купил их в 2003-м году. Вроде далеко. И вот с тех пор они развивают NDB. Все пытаются уйти от названия NDB. И сейчас называется MySQL Cluster. Опять же, есть ряд вопросов к нему. Сегодня мы столкнемся с одним из последних кейсов, прям буквально, который случился на днях. Соответственно, надо почитать без практиц. Естественно, если вы будете на курсе, вам будет доступна PDF-ка и кит-чит, с которого я буду все сегодня показывать. Соответственно, вот. Все, что есть. В принципе, можно связаться на HelpPotus. И, возможно, вам их вышлют. Но я не уверен. Все-таки у нас открытый урок. Соответственно, теперь это называется MySQL Cluster. И сегодня мы будем его рассматривать. Какие есть особенности? Первое. Он реализован на шардировании. Вот, коллеги, про шардирование рассказывать не буду, потому что, в принципе, на своем курсе мы рассматриваем раньше. И сейчас займет время, которого у нас нет. Соответственно, достигаем мы отказоустойчивости за счет репликации, то есть избыточности. Вот, кстати, коллеги, в чате, пожалуйста, пишите все вопросы. Я их увижу и отвечу. Вот, обязательно пишите, если что-то возникает вопрос. Вот. Соответственно, раньше это было только инвемори, потому что нам нужна была скорость. Теперь есть возможность постоянного хранения, но, опять же, это снижает нам скорость. А NDB это про именно скорость. Соответственно, у нас синхронная репликация между нашими нодами. И вот одна из основных фишек, почему он вообще разрабатывался и был нужен, совершенно разные железные сервера. То есть мы не обязаны делать одинаковые и так далее. Мы просто берем и говорим, ну вот у нас есть железка, пожалуйста, добавить ее в кластер. Вот. И за счет этого мы растим скорость, масштабируемость и отказоустойчивость. Сейчас мы, естественно, еще рассмотрим, как это работает в теории и на практике. Соответственно, нам нужно понимать, что есть у кластера разные узлы. Они абсолютно разноплановые. Вот. Их есть три типа. Это уровень управляющего узла, NDB Management. Соответственно, он управляет конфигурацией наших узлов данных. У нас есть узлы данных, которые хранят данные в NoSQL формате. Несмотря на то, что у нас Asset, несмотря на то, что у нас вроде MySQL, но сами данные хранятся в NoSQL формате. Дальше мы еще посмотрим, как можно к ним получить доступ. Соответственно, сразу из коробки работает репликация с уровня 2. Это минимум. Ну, потому что без репликации кластера смысла особо нет. И есть так называемые SQL-узлы. Это где мы разворачиваем... Соответственно, у нас работает MySQL. И он преобразует... Они как раз... Ну, он, он, они... Узел преобразует наши запросы в NDB API запросы. То есть мы пишем SQL. Он транслируется в NDB API и идут запросы как раз к нашему NDB-кластеру. Дальше мы посмотрим чуть-чуть внутренности. Вот, собственно, ссылочка на «почитать». И что у нас есть? У нас есть так называемые узлы данных, ноды группы. То есть есть дата ноды, а есть ноды группы. Соответственно, в зависимости от параметра количества реплик, все это дело расползается на ноду. Соответственно, есть партиции, есть реплики. И вот здесь я попытался изобразить, как это работает. Соответственно, у нас есть там нода 1, нода 2. Есть такой параметр ldm. Fretz. Fretz. По умолчанию 1. Но мы это дело, естественно, можем увеличивать. Это количество потоков, которые пишут у нас данные. Соответственно, вот у нас есть табличка. Там 1, 2, и так далее. Она делится. И потоки пишут каждый в свой отдельный участок. Соответственно, как мы здесь видим, у нас 6 потоков пишут, 6 разных частей одной таблицы. Соответственно, таким образом мы ускоряем запись. Вот. Это такой первый уровень объяснения, как это работает. Тем дальше. Кроме потоков, у нас есть такая штука, что у нас таблица разъезжается по разным нодам для обеспечения отказоустойчивости. Соответственно, также она делится, допустим, если две ноды пополам, то есть на второй ноде, допустим, у нас primary здесь, пишем сюда, и реплицируется у нас на другую ноду в ту же самую партицу. И, соответственно, пишутся данные у нас в ту же самую таблицу. Праймер у нас здесь. Пишется у нас, соответственно, сюда и реплицируется сюда. Таким образом, мы значительно увеличиваем скорость записи в нашей таблице. Вот. Коллеги, кто понял предыдущие слайды и вообще единичка в тячик, двоечка, если непонятно, попытаюсь объяснить по-другому. Понятно, что задержка 20-30 секунд. Коллега, который написал двоечка, есть конкретные вопросы, что непонятно? Мы таким образом распараллелируем нагрузку. Не знаю, как зовут. Если напишите имя, постараюсь запомнить по номеру. Да, здесь, конечно, занятие для продвинутых. Вот, поэтому приходите на курс. Там у нас, конечно, курс не совсем для новичков, но, в принципе, при достаточном усердии даже новички справляются. Вот. И теперь мы переходим к более сложной схеме, как раз, которая показывает реализацию именно того, как NDB работает. и мы посмотрим, что это на самом деле классно. Вот. И вот, смотрите, у нас есть 4 сервера. 1, 2, 3, 4. Соответственно, мы их делим на ноду группы для того, чтобы распределять информацию. Сейчас, секунду. Уберу мешающее окно. Вот. И смотреть интересный кейс. Вот. Мы делим их по партишинам. Соответственно, у нас 4 партишина по нашим формулам, то, что были раньше. Но здесь интересный кейс. То есть у нас партишины 0, 2 здесь, а 1, 3 здесь. Вот. При этом они зеркалятся, то есть primary 0 здесь, primary 2 здесь, primary 1 здесь, primary 3 здесь. Итого. При потере, допустим, вот этого кластера, точнее, не кластера, а ноды, мы вообще не заметим разницы. У нас все будет работать. И со второй ноду групп при потере любого ноды мы вообще не заметим разницы. У нас все будет отлично работать. Коллеги, как вам схема? 1, если круто, все поняли. 2, если есть вопросы, но не готовы сформулировать. 3, если есть конкретный вопрос, я подожду. А так, коллеги, курсы не бойтесь, отличный курс. То есть, конечно, желательно иметь базовую SQL-подготовку, базовую Linux-подготовку. Но, в принципе, коротко, допустим, что-то делаю в Linux, говорю, что это делает. Естественно, останавливаться я не буду, но потом вы сможете нагуглить и понять, что происходит дальше. Все-таки, коллеги, хотелось бы от вас немного больше обратной связи, чтобы понимать вообще, как заходит материал, может быть, где-то остановиться. Вот. В принципе, я думаю, не так сложно поставить единичку, двоечку в чатик. Соответственно, идем дальше. NDB-кластер под собой имеет идеологию Shared Nothing. То есть, есть такая штука стандартная, как SharedDisk. То есть, у нас есть четыре ноды, у них есть, грубо говоря, диск, и они с ним, дисковая полка, там всяких rate-массиве, они имеют, соответственно, сайтом плюсы-минусы, и все получают доступ. Ну, у NDB есть самый стартовый принцип Shared Nothing. То есть, каждая нода имеет доступ к своим. Они никак не делятся и так далее. Вот. Исходя из всей этой инфраструктуры, коллеги, как вы думаете, какое слабое место? Вот. Это сеть. Потому что мы все ноды общаются по сети. Вот. То есть, несмотря на то, что мы можем каждая нода, то есть, тут, тут, грубо говоря, может быть, там, 8-процессорный сервер тут 4-х и так далее. У всех свои хранения, но самое слабое место это сеть. Соответственно, работает все дело на поток. Есть потоки по вводу-выводу, по сети, по репликации, координатор и так далее. Все это дело можно почитать, естественно, по ссылочке. И есть три типа клиентов в кластер. То есть, это NDB, как раз клиенты, которые доступны через NDB API, менеджмент клиенты, которые управляют NDB клиентами и SQL. Соответственно, доступ возможен стандартный через SQL и есть такая штука, как еще NDB API. То есть, вот здесь операция на C-шечки. Соответственно, подключаемся, меняем атрибуты и, соответственно, коммитим изменения. Здесь можно посмотреть по ссылочке. Там есть еще варианты для Java. Есть варианты именно C-like интерфейс для NDB. и, в принципе, схема выглядит таким образом, что у нас есть дата-ноды, которые видят друг друга, у которых все отлично шардируется, реплицируется, все отлично работает. Вот. Сюда мы можем получить доступ каким образом? Через SQL-ноды. Их может быть от одной до бесконечности. Но здесь какой кейс? Что они друг о друге ничего не знают. в принципе. Вот, коллеги, секунду. 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 если чуть пораньше николай спасибо огромное лана картинка николай на каком моменте там звук пропал пожалуйста так что рассказываю рассказываю звуками николай остальные коллеги в каком нет звук пропал откуда начать картинка пробежать я не помню я чихнул коллеги сладик какой был не показалось что я нажал день такой извините пожалуйста что не включил мне казалось нажал ничьи на ночах как говорится этот sorry коллеги вот ну надеюсь плюс-минус здесь на сишечке можем писать вот соответственно по ссылочке можем посмотреть на java как писать на джекуэре на компонентный кластер коллеги напоминаю что у нас есть и сквель ноды которые друг о друге ничего не знают соответственно ну в принципе ну плюс-минус здесь коллеги нас есть стандартный это шаре диск в ндб есть шаре на финг соответственно каждая нода содержит свои данные вот самое слабое место это сеть у нас есть ндб потоки вот каждый управляет своим естественно есть параметры которые задают количество этих потоков и таким образом мы можем оперативно регулировать количество потоков на сеть на запись на синхронность и так далее спасибо николай мне помогаете вот есть три сквель вида это три вида нод в кластере это с киеве клиенты дебе клиенты и менеджмент клиент соответственно доступ через и через жал вот здесь мы видим что у нас и не биноды друг друга видит друг другом общается друг другу передают данные это все основано на шардирование вот есть и сквель надо друг друга друг о друге ничего не знают и соответственно все наши структуры которые мы хотим делать данные так далее на триггер мы должны сюда конкретно на каждую ноду перетаскивать соответственно доступ с любого языка программирования можем напрямую работать с NDB API с нашим кластером NDBD вот можем работать через management ноду соответственно так как мы все это посмотрели у нас есть проблема в избыточности то есть мы храним больше данных чем нужно но таким образом мы добиваемся отказоустойчивости и все работает по шарингу соответственно у нас стандартные критерии разбиения это первичный хэш таблиц кэш индекс точнее вот у нас есть вариант транзакционности единственное что из всех четырех уровней у нас есть только рейт коммитет вот естественно курсе мы разбираем все эти уровни как все работает все аномалии сериализации и так далее и вот самый основной минус лично для меня что у нас все соединения между нодами без шифрования и авторизации соответственно все это должно быть в закрытом контуре вот на почитать для разных вариантов реализации 5 7 8 0 и как работает у нас вообще в принципе все работает через шардирование в данном случае показано что вот у нас есть ключ и значение соответственно поляточнее и вот у нас нечетные ключи уезжают на этот у нас на другую ключи четные на этот основной у нас есть сервер реплика и эти данные хранятся здесь эти данные хранятся здесь но в принципе надеюсь все понятно соответственно разница по узлам SQL узлов может быть сколько угодно напоминаю что вот это у нас SQL ноды SQL узлы соответственно можно параллельно с ними работать соответственно можно онлайн добавлять удалять и нет никакой между ними репликации это просто получается ноды для трансляции информации между SQL запросами и новой SQL базой данных соответственно хранить структуры которые не в NDB это юшки триггеры там таблицы можно делать сегодня попробуем с вами заджонить кстати таблицы хранящиеся на SQL узле и в NDB вот соответственно так как нет никакой связи между ними у нас на каждом SQL узле они хранятся отдельно вот по производительности соответственно по первичному ключу это за константное время по индексу соответственно t3 логарифм вот join конечно очень плохо то есть в принципе эта база данных этот кластер рассчитан на простые таблицы простые запросы чем они будут сложнее тем будет меньше эффективность его использования потому что все наши wear join и так далее скорее всего они будут сделаны на нодах SQL соответственно это будет медленно и вот здесь интересный кейс по бичмаркам вот по статистике от MySQL MySQL вот здесь есть 8x где мы видим количество дата нод и мы видим линейную зависимость количество запросов которые выполняются от количества дата нод в принципе это практически единственное решение которое я знаю которое нам предоставляет линейное количество линейную зависимость для выполнения запросов то есть чем больше этот замок тем быстрее ну и все-таки коллеги 200 миллионов запросов в секунду в принципе по-моему неплохо причем здесь не сильно-то сильно мощные сервера соответственно Haskell E5 ну как бы так себе ну и там память по 8 или по 16 но не самая мощная сервера соответственно конечно когда мы смотрим в разрезе SQL то есть здесь мы через DBAP получаем доступ 200 миллионов запросов в секунду через SQL поменьше но опять же здесь меньше нод 16 на 32 ну и все-таки где-то раз в 40 падение потому что мы SQL транслируем в DBAP и работаем уже с этим но коллеги даже для MySQL 2,5 миллиона запросов это в принципе круто вот соответственно на почитать давайте посмотрим дальше коллеги вопросы сейчас мы переходим к практике практику мы будем разворачивать виртуальные машины в облаке гугла вот тут все просто бесплатно есть 3 месяца аккаунты 300 долларов дается на вот тренироваться можно делать через веб-интерфейс на самом деле все просто играем создать задаем имя там регион зону где мы разворачиваем задаем сколько у нас ядер памяти такую операционку мы разворачиваем и так далее вот я создаю в Ubuntu соответственно два ядра 4 гига оперативки Ubuntu Focal 2020-04 вот если вдруг интересно и на своих занятиях я стараюсь как-то их интерактивить вот например я предлагаю мини-тестики по пройденному материалу коллеги они абсолютно анонимные попробуйте пройти вот интересно что получится я через минутку подойду вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тег latest для докер-имиджа MySQL был для версии 7.6.5. Давайте посмотрим, что сейчас... И они добавили как раз 8.0.23 в тег latest. Вот. Если посмотреть take latest, он как раз ссылается на 8.0.23. А раньше как раз он ссылался на 8... Точнее на 7.6.15. Вот. И как раз с ними не было проблем. То есть буквально с вашими коллегами все разворачивали. Вот. Сегодня у нас будут небольшие проблемы. Мы на них сейчас посмотрим. Вот. 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 что мы делаем мы вытаскиваем последний имидж... пол-этесту для MySQL-кластера. Вот. Соответственно, создаем сеть для наших докер-контейнеров. И запускаем менеджмент ноду, которая будет у нас управлять нашими NDB нодами. И запускаем две ноды. Вот. Вот. И запускаем серверную SQL-ноду. Именно SQL, потому что повторяю, что NDB у нас это NoSQL-решение. Соответственно, чуть-чуть подождем, пока у нас развернется SQL-ноду. А, все уже. Развернулся. Скопируем пароль. Для доступа. Вот. Здесь кейс такой, что если у нас есть неиспользуемые символы в пароле, то нужно ставить обратный слэш. Вот. Без этого мы не подключимся. Ну, давайте попробуем. Здесь вот я вижу собачку. Есть шанс, что мы не подключимся. Нет. Собачка видим. Все. Соответственно, сразу заменим пароль. Она нам известна. Otus321-собака. Вот. И давайте посмотрим, что внутри. стандартные базы данных. SQL, information-схема, performance. И у нас есть дополнительно это NDB-info. Вот. Вот. Я посмотрим. Переключимся на нее и посмотрим, какие есть таблицы вообще в принципе. Куча-куча информации по нашему кластеру. Соответственно, информация по конфигам, по блокировкам, по арбитрам и так далее. Вот. Можно посмотреть, например, что у нас вообще в принципе с нодами. Вот мы видим, что у нас ноды стартовали. Uptime в секунду. Сколько вообще. Чукак и ID-шки наших нод. Вот. Коллеги, вы вообще здесь? Плюсик чатик. Может, все убежали уже. Вот. Что мы можем делать? Соответственно, посмотрим, что у нас с управляющим мозгом. Секунду. Это я на локальной машине подключаюсь к облачному образу. К облачению VM точнее. Запускаем менеджмент консоль. Вот мы в менеджмент консоли. Николай, спасибо, что за плюсик. Соответственно, мы можем посмотреть, что вообще. Вот у нас две ноды NBD. Соответственно, нода управления, на которой мы сейчас. И нода с MySQL, которая транслирует запросы в наши NBD ноды. Вот. Соответственно, мы можем посмотреть, что вообще есть. Набираем help, как обычно. И видим, что у нас есть различные варианты запроса информации по всему кластеру. Что с кластером, что вообще, какая информация. И здесь, коллеги, обратите внимание, что самая важная вещь вообще в принципе в NDB, это ID кластера. То есть мы по нему, вот по этой цифре ID, сейчас мы еще посмотрим ее в логах и в настройках. Мы по этому ID получаем вообще доступ. Стартуем. Можем ноду стартовать, перезагружать, получать статус. Это вообще. То есть, допустим, у нас используется память для ноды 2. И вот у нас есть информация. То есть номер и так далее. То есть эта ID, это номер ноды, которая прописана у нас в файле конфигурации. Можно посмотреть по всем использованиям, допустим, памяти. И мы видим, что у нас 2 data ноды и сколько они используют память. Но у нас данных нет, поэтому в принципе все как-то так. соответственно и подключимся к нашей SQL ноде с новым паролем. Видите, все отлично. Вот. Давайте создадим базу данных. И так как у нас это MySQL, мы можем посмотреть шелклей схемы. И здесь мы видим, что несмотря на то, что мы создаем схему, у нас создается база данных. Вот. Давайте мне зайдем. Создадим табличку. Добавим данные. И посмотрим, что у нас данные. здесь идет информация схема partitions. У нас для нашей таблички данные не разъехались по partition. То есть мы смотрим partition, partition схема, table и так далее. У нас ничего никуда не разъехалось. Вот. Не разъехалось потому, что, во-первых, если вспоминать ограничения, что у нас должен быть primary key. Вот. Если посмотреть еще в create table, то, что мы создали, мы видим, что primary key у нас нет. Давайте создадим primary key. Создали табличку. Добавили данные. Смотрим, что данные есть. И видим, что опять данные у нас не разъехались. Вот наш отус 2 и данные никуда у нас не разъехались. Проблема в том, что если мы все-таки еще раз посмотрим show create table и обратим внимание на движок. У нас NDB. Это стандартный движок для MySQL. Но мы же хотим, чтобы у нас все разъезжалось по нодам и все работало в NDB. Поэтому мы должны сделать такую штуку, как поменять движок на NDB. То есть мы можем на ходу менять движок для таблицы. И в данном случае у нас теперь NDB Cluster и у нас все разъехалось по нодам. Слэш G в конце, коллеги, это для того чтобы выглядело не вот так, а построчный вывод. Соответственно, вот наша табличка отус 2. У них теперь есть две партиции P0 и P1. P0 и P1. Соответственно, номер партиции в партициях. И все отлично у нас разъехалось по партиции. Коллеги, кто все понял, плюсит в чатик. Если есть вопрос, знак вопроса. Посмотрим, что у нас вообще с нодой. Вот у нас есть. Вспоминаем таблицу. И есть вот ноду. Которые-то стартовали. Можем посмотреть также membership, как они дружат. Что у них есть арбитры запущены. И какие-то вот есть критерии по обмену информацией. Что кличку не совпадает. И, соответственно, есть такая штука как table fragments. Это мы можем посмотреть, какая табличка с какой нодой. Где какие данные у нас расползлись. Николай, спасибо за плюс. Вот. Соответственно, мы можем также объединять данные с NDB. Таблиц. Как мы помним, что у нас OTSUS 2 это NDB. Engine. А OTSUS 1 это у нас просто InnoDB. Вот мы спокойно в одном запросе select их объединяем. Объединяем. Соответственно. Кейс пора объяснить. Мы когда запускали наш кластер. Мы скачали всего лишь один образ. И, соответственно, вопрос. Почему ноды нашли друг друга и вообще как заработал. Что у нас NDB ноды работали отдельно. Management отдельно. SQL ноды отдельно. Вот. Давайте посмотрим. Вот мы подключились к ноде. И давайте посмотрим, во-первых, конфигурацию. Мы видим, что изначально уже у нас IP адреса и роли прописаны в файле конфигурации изначально. Это первый момент. Второй момент. Почему каждый запустился со своей роли. Есть такая штука как entry point. И если внимательно посмотреть, то когда мы запускали ноду в начале, мы говорили ей команду, что запустить. Это есть entry point. Соответственно, у каждого он запускал разные сценарии для запуска. То есть, если это MySQL, то делать то-то. Если NDB, то то-то. И таким образом мы в одном контейнере реализовываем запуск разных сценариев и вообще разного типа нод. Вот. Коллеги, если понятно, единичка в чате. Хотелось бы обратную связь получить все-таки. Олеги. Вот. Соответственно, ссылочки на получение документации по добавлению нод. Как обычно из документации ничего не работает. Давайте просто добавим ноду и увидим, что это просто так не работает. Соответственно, мы видим, что наш контейнер отвалился. Николай, спасибо за обратную связь. И мы видим, что он перешел в состояние мертвого. Что? О, отвалился. Соответственно, давайте посмотрим логи. Мы видим, что у нас не получилось приключиться по IP address. Вот. Давайте убьем контейнер. Соответственно, давайте посмотрим дальше. Давайте все-таки отредактируем конфиг. И прямо в конфиг добавим наши ноды. Соответственно, вот мы перешли в наш менеджмент. Но, коллеги, проблема в том, что тут нет ни VI, ни nano, нет ничего. И нужно с этим фито диод. Поэтому я предложу вариант вытащить конфиг. Соответственно, мы просто копируем конфиг файл к нам в файловую систему. И его редактируем. Вот я копирую ноду. И через nano редактирую, соответственно, файл. Добавим нам пятую, шестую ноду. Добавим нам пятую, шестую ноду. Обратный файл с измененными параметрами. Рестартуем ноду. И в теории все должно заработать. Коллеги, как вы думаете, заработает, не заработает? Заработает, не заработает минус. Вот. Смотрите, здесь мы рестартуем ноду. Менеджмент управления. Вот. Она остановлена. Мы теперь здесь в MySQL. И, соответственно, мы работаем дальше. То есть, менеджмент нода нам, в принципе, не сильно обязательно для того, чтобы у нас все работало. Ну, точнее, вообще не обязательно. Она чисто для управления нодами из одной консоли. Вот. Соответственно, без нее NDB ноды работают, SQL ноды работают. Все у нас отлично. Стартуем ноду. Добавляем нашу четвертую ноду. И смотрим. Здесь нужно было, наверное, команду добавить. Секунду. Так. Так. Секунду сейчасking грамм. Сейчас здесь я抵рнет. Да. Так. Спасибо. Вспоминаю, что я вам хотел показать. 2 сек. После рестарта нода мы видим, что наши ID.4, точнее 5.6, не добавили сюда, несмотря на то, что в доках написано, что должно добавиться. Соответственно, что мы делаем? Вариант какой? Мы наш файл конфигурации mysql-cluster.knf мы просто добавляем в образ докера. Перед этим остановим просто докер-контейнер, удалим его и заново запустим. Только уже с нашим файлом конфигурации. Вот. Все мы запустили. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Вот мы видим, теперь у нас наши ноды добавились в конфигурацию. Но здесь интересный кейс, что при попытке их добавления у нас опять ничего не получится. Вот. Забегая вперед, мы должны рестартовать ноды. Вот мы делим вторая нода. Как раз вот видите, она 2.3. Мы их рестартуем из менеджмента студии. После рестарта они подходят к конфиг. И потом получится интересный кейс. Вот у нас вторая нода. Причем мы третью не сможем рестартовать, пока вторая не упадет. Но при этом, коллеги, обратите внимание, что запрос у нас работает. То есть нода рестартует, а все работает. В этом огромный плюс НДБ. Все, вторая нода рестартанула. Причем видите, мы не можем рестартить одновременно ноду. Все, вот эти ноды рестартуют. А и вот статус. Третья стартует. Третья стартует. Все, стартовал. Давайте запускаться. Тут есть два кейса опять. Да. Видите, у нас конфликт с нашим предыдущим запуском. Биваем контейнер db5. И стартуем, коллеги, сразу с конфигурацией. То, что мы прописали. Все, мы стартанули. Ну, опять же, смотрите, какой кейс. Теперь идет ошибка в НДБ. Что внешняя ошибка, точнее, внутренняя ошибка. Пожалуйста, сообщите в баг-репорт. Это временная ошибка. Рестартуйте ноду и типа все исправится. Коллеги, сегодня сколько не пытался исправить и сортовать кластер. Это получается ошибка сборки 8.0.23. Именно поэтому я не рекомендую использовать последние сборки. Лучше использовать предыдущие, которые стабильно работают. То есть, все предыдущие, которые я использовал, они работали. А вот сейчас новая 8.0.23, она в данном случае не работая. Вот. Соответственно, как добавить ноду групп. Соответственно, как убрать с докер контейнера за собой. Как удалить виртуальную машину. Ну, в принципе, я молодец. Я в час уложился. Коллеги, если лекция понравилась, пожалуйста, пятерочку в чатик. Ну, и жду любых вопросов. Пожалуйста. Николай. Остальные. Коллега 636, спасибо. Вот. Может быть, общие вопросы по курсу. С удовольствием отвечу. Сейчас просто мы рассматриваем один из частных кейсов. А так у нас курс по проектированию. Соответственно, рассматриваем все остальные ситуации. Про джойны, индексирование и так далее. Про репликацию бэкапа. Вот. Сейчас частный кейс про NDB Cluster просто. Николай, все-таки в каком занятии? Коллеги, вопросы? Остан. нее, нет. Вот. Продолжаем. Ну, тогда коллеги, был рад, что все пришли. Всем спасибо за занятия. Будут вопросы, пожалуйста, пишите. Буду рад ответить. Всем пока.